Кто расшифровал ируническую письменность? Ну, во-первых, ее никогда не расшифровали, потому что ее никто не забывали. Вы, если вы имеете в виду, кто сделал перевод на современную язык, так сказать, славянские веды, которые Хиневич издал, я не знаю имя, такое земное имя этого человека, потому что Хиневич участвовал как последний для того, чтобы, так сказать, не называли, но забыл это имя, поэтому, но переводил руническое письмо на современный язык другой человек, который реальный человек, и, во-первых, не расшифровал, расшифровать можно то, что было забыто, никто не знал. Оно никогда не знал, просто до сих пор существует под поле волхвы, которые свободно владеют руническим письмом, только волхвы-хранители, библиотекари, другими словами. Но вот, к сожалению, библиотекари уже немножко тоже перекос прошел, паразитическое влияние происходит на них, потому что сейчас пришло время, пришло время, когда действительно нужно действовать, и по всем познаниям, ночь скоро закончилась, сейчас рассвет, и действительно нужно действовать. Если есть какие-то знания, нужно действительно делать достояние гласности, как они сделали несколько книжек уже, и чтобы это стало достоянием людей, чтобы они поняли степень ужив, которая их окружает, и чтобы проснулись, как можно быстрее. Но они по-прежнему сидят и перескопа смотрят, а что происходит. Стоит высовывать или не стоит высовывать? Извините. Они вот так просили, дальше и что? Если сейчас что-то не сделать, извините, уже план Киссинджера, который срывается в выполнении. Знаете, план Киссинджера тоже странным образом заканчивается в 95-м году, уже закончена. Знаете об этом? Нет? Нет. Сообщаю. Уже не получился по некоторым причинам. Так вот, извините, если право этим сидеть, ничего не делать. Вот Светлана это раз хорошо описывает, глава «Метеорик», посвященная из Севера, показывает действительно правильно, как вот сели и сидят, мы люди не готовы. Извините, как люди будут готовы, если к ней подготовить? Само по себе ничего не происходит. Никто не проснется в один день, бум, открыл глаза, и все понятно, все ясно, все замечательно, прекрасно, все понимаю, все разбираюсь и так далее. Такого не может быть в принципе, особенно если с детства человека зомбируют, превращают в биоробота, навязывая совершенно ложные представления стандарта, и он уже ничего не может, пробиться даже ложь не может. Как люди будут готовы? Каким образом люди станут готовы? Когда? Пока проразительная система будет навязывать, даже вот сейчас ночь с ворога закончилась, пока рождающие детей с 95-го года, опять-таки случайно, конечно, ничего случайного не бывает, дети сущности входят без кармы, то есть без блокировок, наработанных в течение предыдущих воплощений, дети пророждаются, но если не дать им правильное образование, воспитание, мировоззрение, то это заблокируется так же, как и все было раньше. Поэтому уже действовать сейчас, и уже другого в следующий раз не будет, потому что если сейчас не остановить, будет действительно гибель всей цивилизации. Так что такие вот орехи. Продолжение следует...